Здравствуйте! Вы приняты на второй сессии АКЗС. В чем их суть и как шло обсуждение их? Если говорить о законах компетенции Комитета по местному самоуправлению, вы анонсировали содержательную часть вопроса, но в редакции, которая нам была предложена губернатором, он имел другую трактовку. Содержательно, да. Изменение профессионального ценза, приведение его в соответствии с федеральным законодательством, а проще говоря, наши муниципальные служащие, гражданские служащие, уровни поселения должны по определенной категории руководитель представительного органа, секретарь, иметь уровень образования не ниже магистра и специалитета. Вы знаете, у нас свыше 700 муниципальных поселений. И, естественно, если закон вступает в силу с 1 января, выборы большие в следующем году, у нас очень серьезные риски, когда мы потеряем тех профессионалов и стажистов, кто на сегодняшний день работает, ну, в сложных условиях работает на уровне поселений. А, ну, я подчеркну, приведение в соответствии с федеральным законодательством, нормы требования надзорный орган высказывает свои, прокуратура. Мы приняли только в первом чтении. И вот сейчас до второго чтения мы вместе с прокуратурой будем искать варианты, которые, с одной стороны, будут соответствовать федеральному закону, с другой стороны, тем реалиям, которые есть на территории Алтайского края. Мы же понимаем, магистр, специалитет в тех условиях, даже Минобра на сегодняшний день, честно сказать, и престижа к этим специальностям требует, ну, какого-то переходного периода. У нас есть варианты, мы, естественно, с прокуратурой будем отрабатывать. — Борис Александрович, вот я видел информацию о том, что у вас во фракции шло обсуждение федерального, проекта федерального бюджета с участием депутатов Госдумы. Что было это за обсуждение? Что они предлагали? Я там видел и Прокопьев, и прочее, прочее, какие-то интересные предложения прозвучали. — Вообще интересная форма. Шесть депутатов Государственной Думы в рамках дебюта работы в Госдуме, в рамках первой региональной недели начали работу во фракции «Единая Россия». У нас много будет общих вопросов как бы по профессиональной вертикали, но есть стержневой вопрос — это подготовка бюджета федерального и, соответственно, подготовка бюджета краевого. Мы пригласили вице-губернатора Владимира Геннадьевича Притопова. Когда предварительно обсудили те предложения, которые мы должны делегировать нашим уважаемым депутатам Госдумы, или, по крайней мере, они должны знать. Это вопросы дополнительного финансирования на исполнение указа президента по заработной плате, в первую очередь, учителям, врачам, чтобы дополнительно финансировали. Затем вопросы, которые сейчас в современном тренде обсуждаются, поддержка тех субъектов, которые в силу объективных причин народно-хозяйственного состояния в бюджетном плане отстают от других, чтобы дополнительное было финансирование. Затем край всегда отличался умеренной политикой с точки зрения заимствования средств, кредитных средств на внутреннем рынке. Идёт со стороны Минфина поддержка субъектов, те, которые ведут активную кредитную политику. Эту мысль мы высказывали. С другой стороны, наши коллеги высказали пять принципов, которые положены в основу формирования бюджета федерального. Это опять вопросы сохранения обязательств социальных, вопросы обороны, поддержки субъектов с этими уровнями доходов, которые есть. Ну и ряд профессиональных вопросов мы задавали по уровню и по направлениям комитета социального. Ну, тема обсуждается, сейчас активная тема – налог на бедность. Мы тоже высказали свою точку зрения, почему для Алтайского края это очень важно. Мы каждый год финансируем фонд медицинского страхования на работающее население от полутора до двух миллиардов. Это для как раз той категории, которая экономически активная, но в то же время не осуществляет никаких платежей, в первую очередь, фонд медицинского страхования. Ну, старт, я считаю, удался. – Что в планах комитета сейчас? Над чем, скажем так, работаете? – Ну, комитет образовался месяц тому назад, восемь человек. В комитете представлены город Бийск, Барнаул, Рубцовск, все фракции представлены. Есть специалисты в области муниципальной службы. У нас коллега из Косихи долгое время возглавлял представительный орган Александр Николаевич Траут-Увейн. Иван Иванович Мордовин четыре года работал в Барнаульской городской думе. Естественно, мы сейчас формируем предложения на следующий год. Но особенность работы комитета, а я и в прошлых слов работал, это в первую очередь приведение в соответствие регионального законодательства, исходя из изменения базовых наших законов 131 и 136 закона, шлифовка действующих. Ну, вот тут вопрос, который вы первые задавали. Продолжаются дебаты и уже вносились предложения нашими коллегами из иных партий. Давайте вернемся к тому закону, который мы принимали на весенние сессии. Давайте дадим возможность права субъектам, имеется в виду территориальным, выборы руководителей глав администрации в режиме свободного волеизлияния. Мы им объясняем, что это решение принято. Теперь в рамках устава любого муниципального образования принимайте решение. Ну, я думаю, в течение двух месяцев мы определим и роль каждого из членов комитета. Очень серьезная работа сейчас выстраивается на уровне комитета, департамента внутренней политики, департамента или отделов ЗАГС Собрания по формированию абсолютно нового, актуального базы данных по представительным органам. К сожалению, мы оторвались от представительных с точки зрения кадрового, материального характера. Вот мы и формируем такие базы сейчас. Борис Канч, всегда критиковали, в том числе Единую Россию и Алтайское краевое законодательное собрание, что у нас там мало молодежи. Сейчас у нас в Крайсовете очень много молодых лиц. Как вы вообще оцениваете такое обновление, которое произошло? Многие теперь критикуют, ну, они неопытные пришли, принимают неизвестно чего. Ну, опыт – дело нажимное. И опыт, естественно, придет независимо к моим коллегам по фракции «Единая Россия». Я рад, что и у нас в Комитете две девушки в возрасте до 35 лет. Одна представляет партию ЛДПР, другая КПРФ. И я смотрю, что и в других фракциях очень много молодых. Это тоже, наверное, ответ на запрос общества. Должны формироваться профессиональные политики, которым это интересно, важно. С другой стороны, сочетание опыта, молодости дает всегда хорошие результаты. Тем более мы смысленно шли в рамках регионального отделения, формируя вот команду молодежную, представляющую интересы и студенческого, и работающего, и бизнес-сообщества. И у нас это получилось. Мы не будем создавать отдельных фракций, но молодежное крыло должно иметь свою повестку, сотрудничать и с другими комитетами, и фракциями, и, естественно, в рамках Краевого молодежного парламента. Большое спасибо вам за беседу, удачи вам в работе и до новых встреч. Спасибо. До свидания. До свидания. Я напоминаю, что у нас в гостях был руководитель комитета по местному самоуправлению фракции «Единая Россия» в Краевом законодательном собрании Борис Александрович Трофимов. Спасибо за внимание, до встречи.